Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Как по-вашему, есть ли, была ли вот такая острая необходимость ужесточать вот эти статьи Уголовного кодекса? Вы знаете, в первую очередь мне хотелось бы сказать, что я не совсем согласен с вашим выражением о том, что это ужесточает. В первую очередь, статья о государственной измене. Она расширяет понятие государственной измены и дает возможность, так сказать, трактовать ее несколько шире, чем она трактовалась в предыдущей редакции. Но тут надо иметь, на мой взгляд, два момента. Первый момент. Это имело значение расширение в том случае, когда органы, занимающиеся правопорядком и расследующие преступления по этой статье, строго придерживались права и строго придерживали бы закона. И второе, если бы суды, рассматривающие эти дела, также следовали строго букве и духу закона. А поскольку, на мой взгляд, этого нет, то и, на мой же взгляд, опять, так сказать, как раньше можно было привлекать человека за государственную измену, такое широкое усмотрение было и у органов расследования, и у судебных органов. Так и сейчас. Ведь давайте посмотрим, что в предыдущем, так сказать, статье, статья 275, там, помимо разглашения государственной тайны, существовало такое понятие, как оказание иной помощи. Так вот, под эту иную помощь можно было подвести все, что угодно. Собственно, это понятие осталось и здесь. Она просто более расшифрована, там, консультации, денежные помощи и так далее. То есть, при желании, и тогда, и сейчас, человека за один лишь контакт, за то, что у него имеется контакт с иностранцем, можно было бы преследовать. Введение понятия о том, что не только иностранному государству и представителей международной организации. Ну что ж, это можно, конечно, это расширение. Но это, с одной стороны, с другой стороны, любая международная организация, так сказать, состоит из членов, опять же, из иностранцев. То есть, опять же, в конечном итоге можно сказать, что кто-то, некто, имеет дело не с представителем иностранной, международной организации, а с представителем Джоном, с Дяо, Кимом или представителем какой-то другой национальности или представителем другой страны. То есть, строго говоря, с точки зрения закона, конечно, это расширение. С точки зрения расширения понятий государственной измены и расширения усмотрения судебного и расследовательского усмотрения в расследовании и в преследовании за это преступление. В практическом же плане, по-моему, это не дает, так сказать, каких-то особых и не будет иметь какого-то особого значения, поскольку и сейчас, повторяюсь, и раньше, так сказать, преследовались люди лишь за одно то, что они имели контакты с иностранцами как таковыми. — Вопрос к Григорию Пасько. Как по-вашему, Григорий, вот то, что расширен круг лиц, которых могут привлечь к ответственности за распространение тайны и за раскрытие средений, полученных не только на работе, но и во время учебы. — Чревато ли это новой волной шпиономании? Добрый вечер, Григорий, вам слово. — Добрый вечер. Насчет учебы мне, наверное, трудно судить, поскольку я лично не учился, например. Хотя нет, учился, я был слушателем института Вудро-Вильсона в Вашингтоне, и там очень много слушателей по разным направлениям проводили исследования. Например, исследования в области науки и культуры, каких-то там исторических традиций. Так что вполне их можно по этому закону уже смело, без всяких экивоков, трактовать, как вот они готовые шпионы. — Приехал оттуда, получай статью, получай срок. Вообще, мне кажется, что вот расширительное толкование по нескольким сразу направлениям, как-то. Убрано понятие ущерба, значит, можно его не доказывать. Убрано слово «внешняя безопасность», появляется расширительное толкование, поскольку появилось понятие внутренней уже безопасности. Не нужны представители спецслужб, а просто достаточно представители иностранных организаций. И вот здесь мы выходим на тот момент, что под удар эта статья ставит вообще-то само понятие международного сотрудничества. Не только в области образования, но также и в области науки, и в области развития торговли, и в области культурных связей, в области информационных каких-то технологий. То есть любое международное сотрудничество, уже человек, который работает в какой-то организации, институте, он заведомо не будет в этом участвовать или участвовать очень осторожно, чтобы, не дай бог, не быть обвиненным в том, что он шпион. — Вопрос с Валентиной Моисеевым. Как, по-вашему, ФСБ считает, что изменения были необходимы, поскольку иностранные спецслужбы стали работать более завуалированно? Следовало ли, прежде чем наказывать человека за госизмену, доказать, что та или иная организация действует пусть завуалированно, но в качестве спецслужбы? — Ну, насколько следует это из нынешнего, да и из прошлого закона. Тут не идет речь о том, что, так сказать, контакт обязательно должен быть с представителем спецслужбы. Тут вообще говорится, вот и в старом законе идет о том, что оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям. То же самое говорится и в новом, так сказать, в новой редакции, только еще добавлено международной организации. Так что, так сказать, вот опять же, если говорить юридическим языком, то вот это усмотрение, кто, так сказать, выступает или кто наносит вред безопасности страны, там. Эта организация, она не обязательно должна быть, как я понимаю, представлять спецслужбы. Это может быть просто организация, которая, я не знаю, human rights, допустим, watch. Можно признать, что она наносит какой-то вред. Вот, пожалуйста, так сказать, состав преступления готов. Под эту статью могут подпасть инакомыслящие деятели непримиримой оппозиции, которые не скрывали своих контактов с иностранными гражданами. А теперь, получается, это тоже будет для них каким-то отягчающим обстоятельством? Я думаю, что не только отягчающим, это будет прямым для, вот, как вы говорите, непримиримой оппозиции. Это будет прямым, так сказать, поводом, так сказать... Для репрессий. Для репрессий, для, потому что, допустим, оказание конкурсативной помощи. Хорошо, они подготовили, допустим... Список магнитского. Да, кстати, который завтра будет рассматриваться, да, в Конгрессе США. В пятницу. Послезавтра, да. И там, так сказать, прямо оговаривается о том, что этот список будет пополняться на основе, в том числе, и данных оппозиционных деятелей. Вот, пожалуйста, предоставил, так сказать, эти данные и оказал эту помощь, консультативную помощь... Конгрессу США. Да, иностранному врагу, так сказать, все. Но, тут я бы сказал, что это, так сказать, нужно понимать гораздо шире, что это угроза не только для, так сказать, как вы назвали, непримиримой оппозиции. Это просто, так сказать, угроза и для правозащитников, которые занимаются делами в рамках, так сказать, занимаются правозащитой в рамках правового поля. Ну, например, опять же, так сказать, предоставили альтернативный доклад о состоянии, так сказать, дел с правами человека в России. Как это будет рассмотрено? Это же тоже, пожалуйста, оказание консультативной помощи, опять же, иностранному государству, так сказать. Все. Услышаем. Субтитры создавал DimaTorzok